Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я хочу сегодня вам показать очень необычное видео. Снимаю я его на своем экране своего сотового телефона с операционной системой Android. Буквально вчера я, пролистывая приложение в Google Play, столкнулся с такой интересной программой, а именно тестом Ravenna для Android. Это было для меня удивлением. Иногда я встречался с теми или иными развлекателями, надо подчеркнуть, программами, тестами на Android. Все они были игрушечными, несерьезными. Не было никаких предпосылок к тому, что что-то появится такое подобное. Но тем не менее, вот оно. Я посмотрел эту методику очень внимательно. Выполнена она очень качественно. На моем телефоне с экраном 6,4 дюйма выглядит это все следующим образом. И, соответственно, при запуске программы появляется вот такое вот окно. Понятно, что здесь реклама. И, собственно, предлагается выбрать ваш возраст. Давайте я выставлю свой возраст и продолжу. Тест Ravenna. Инструкция непрофессиональная, неправильная. Не та, которая была и есть в оригинальном тесте Ravenna. Но, тем не менее, принципы все соблюдены. 60 заданий по 12 серий. По 12 заданий в каждом. Всего в общей сложности 60. Задания ограничены по времени 20 минутами. Ну, видимо, весь тест ограничен. Пойдем дальше. Ну и вот предлагается первое. Стимульный материал мне понравился. Выполнен на высоком уровне качества. Все правильно. Все последовательности соблюдены. Наверное, на большом экране, типа Tablet PC, это будет выглядеть красивее. Мой экран тоже достаточно большой. Повторюсь, 6,4 дюйма. И, в общем-то, смотрится все достаточно нормально. Выберу я правильный ответ. Вот он отобразился вверху справа. И, наверное, надо продолжить. Все верно. Идет расчет времени вверху в самом 20 минут. Часы нарисованы. И предлагается второе задание из 60. Попробуем ответить. И пойдем дальше. Правильный ответ. Дальше. Правильный ответ. Дальше. Всего их 60. Я не буду, наверное, проходить все 60. Я уже это пробовал делать. В общем-то, все адекватно. Все классно. Единственная претензия к экрану моего собственного телефона. На таблетке это будет, наверное, выглядеть четче. Четче. Вообще четко существуют критерии, каковы должны быть размеры матрицы Ровена. Да, в общем-то, все совершенно адекватно. Ну, давайте пойду дальше, просто уже не отвечая. Вот 10 я ответил. И буду действовать следующим образом. Нажимать неправильно. Просто, чтобы быстрее перейти к результатам этого теста. Почитав аннотацию в конечном итоге, я удивился, что его почему-то сравнивают с тестом Айзинга. Ну, наверное, действительно, там тоже, значит, графический стимульный материал. Ну, вот я прошел 31 из 60. Просто нажимаю, чтобы пролистать материал. Стимульный выполнен на хорошем уровне. Тоже он откуда-то отсканирован. Некоторые ответы выглядят несколько косо. Откуда-то автор, разработчик этого теста программного, компьютерного, андроидного, брал из каких-то, может быть, не очень достоверных источников. Но стимульный материал по своей последовательности все точно с ним. Все совпадает. Ответы иногда кривые. Так вот я присмотрелся. Да, сравнивают его с тестом Айзинга. Хотя адекватней, наверное, будет его сравнивать. Все-таки не с Айзингом. Так, ну вот, 60 ответов. Выбираю последний. И говорю продолжить. Вот у меня получились эти результаты. Указан мой возраст 40-45. Верных ответов 13. IQ 67. Сниженная норма интеллекта. Ну, общий уровень дебильности, да, то есть, как бы, определяется. И не очень адекватная, конечно, понятно, наверное, разработчик пытался сделать это все-таки как некую игровую программу, да, то есть, как бы, некая игра, чтобы люди могли развлечься, дать кому-то, там, знакомым, родственникам, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот я попадаю в диапазон со своими ответами легкая степень слабоумия от 51 до 70. То есть, от 71 IQ идет норма, ниже 60, 70, 69 и ниже идет уже уровень дебильности. Далее идет уже имбицильность. И самое тяжелое, это 0,20, тяжелая степень умственного слабоумия, как интересно написано. Конечно, это не так. То есть, формулировки, соответственно, не соответствуют реальной действительности, как это указано в МКБ-10, международной классификации болезней 10-го пересмотра. Есть, существуют такие таблицы пересчета из теста Равена в методике КОД, краткий отборочный тест. Ну и, конечно, клиническим шкалам, тестам интеллекта. Ну, наверное, с айзингом это айзинг вообще, это борода. Связывать его ни в коем случае нельзя. Точно не работающий тест интеллекта айзинга, точно не адаптирован и невалиден для российской популяции, это 100%. Равенжа, он, в общем-то, его достоинство как раз и заключается в том, что он никак не связан с какими-то культуральными особенностями. Соответственно, может быть применен к любой популяции, там, я не знаю, русской, польской, английской и так далее. Ну, хорошо, просят оценить приложение. Так, и дальше что происходит? Дальше мне предлагается, а, значит, тут, видимо, показаны те ответы, которые я проставлял неправильно. Или же время у меня еще не закончилось, и мне предлагают переответить. Надо поразбираться немножко еще в этом. Но реализация мне очень понравилась. Классная программа. Такие программы можно и нужно создавать на Android. Только более профессионально и с более четким пониманием того, что они демонстрируют, что изучают. Ну, если это было задумано как развлекательное какое-то приложение, то это супер. Если говорить о профессиональной стороне дела, сделано классно, выглядит здорово. Профессиональный стимульный материал. Несоответствующий, правда, размеру оригинальных карточек тестера Вена. Вот что тут произошло, непонятно. То же самое мне показывает. Ну, хорошо. На этом, пожалуй, наверное, все. Благодарю вас за внимание. И удачи! Продолжение следует...